Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Когда собирают деньги у храма, подавать ли? Возможно, эти люди обманщики. Как это узнать? Господь Иисус Христос во Святом Евангелии очень ясно отвечает нам на этот вопрос. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Если мы Христовы ученики, то мы должны быть щедрыми, мы должны быть милостивыми. И настоящий христианин — это тот, кто с любовью дает тому, кто у него просит. Конечно же, мы не можем помочь всем нищим на земле и даже всем нищим вокруг одного храма. Далеко не каждый человек может помочь. Но, может быть, даже важнее, чем дать какое-то материальное пожертвование, по-человечески отнестись к каждому человеку. В том числе и нищему. Я вспоминаю историю, которую рассказывал как-то митрополит Антоний Сурожский. Когда он был молодым человеком, он жил в Париже. Там жило и большое количество других людей с русскими корнями. Это были представители эмиграции, которые в революцию вынуждены были уехать из Отечества. И вот очень многие там осели, в Париже. И почти у всех у них жизнь была там, в изгнании, в эмиграции, чрезвычайно скудная. На грани выживания, на грани реального голода. И вот недалеко от храма, где каждое воскресенье собирались эти люди, сидел один нищий. Многие проходили мимо, кидали копеечку, не глядя. Иногда, может быть, это была не такая уж мелкая монета. И нищий сидел тоже, не проявлял никаких особых чувств. И вот кто-то из прихожан этого храма шел, и издалека будущий митрополит Антоний Сурожский увидел, как нищий встал, стал с ним обниматься, кланялся ему. И уже потом в храме митрополит Антоний спросил, за что вам так благодарен этот нищий? Неужели вы дали ему большую сумму денег? Я же знаю, что вы очень сами очень бедно живете. И этот человек сказал, к сожалению, у меня не было ни копейки, чтобы ему подать. Не было у меня такой возможности. Но я поздоровался с ним, стал расспрашивать, как у него дела, и проявил простое человеческое сочувствие. И оказалось, что вот это для него, для этого нищего гораздо важнее человеческое отношение, чем когда кто-то, не глядя, как кость к собаке, бросает, пусть даже и не такую маленькую монетку. А как мы можем выразить человеческое отношение? Ведь не всегда и заговорить мы можем, и не всегда мы это умеем. И времени не всегда у нас хватает, так же, как и денег. Но если мы не можем дать денег, если мы не можем заговорить, ну хотя бы помолиться об этом человеке. Господи, помоги, я не могу ему помочь, ты ему помоги. И вот это уже будет некоторое сочувствие. «К бедному ты будь снисходителен, и милостыню ему немедля», — говорит Сирах. Это действительно очень важно. Не надо медлить. Святые отцы говорят об этом. Вот когда к тебе пришла мысль помочь кому-то, в том числе материальным пожертвованиям, это нужно делать сразу. Потому что если ты замедлишь, то через 10 минут уже придут другие мысли. А так ли это нужно? А ведь мне самому эти деньги нужны, а у меня семья, а мне еще нужнее, чтобы там куда-нибудь скопить эти деньги. А не такой уж он нищий, он, наверное, обманщик. Поэтому нужно немедленно, как только вот пришла какая-то хорошая мысль в голову, это сделать. «Будем делать добро всем, а наипаче своим поверить», — говорит апостол Павел. Поэтому, когда мы видим нищего, ну стараться надо сделать им добро. В первую очередь, вот своим поверить, с тем, кто является православными христианами. Конечно, часть этих денег зарабатывается каким-то обманным путем. Нищенство можно сравнить с профессией. И, конечно, там есть значительный элемент обмана, лукавства. Часто очень люди просят на одно, а тратят эти деньги совсем на другое. Но, наверное, гораздо опаснее пройти мимо действительно нуждающегося человека, чем дать десяти обманщикам деньги, в которых, может, и не так они нуждаются. Если мы кому-то подали деньги, то мы хорошее, доброе дело сделали. А уж как он там ими распорядится, это не так важно. Можно это сравнить с тем, что когда мы платим какие-то законные, скажем так, суммы за те или иные товары, мы понимаем, что какая-то, скажем, налоги платим. Мы знаем, что какая-то часть этих денег может быть и разворована, и где-то не дойдет до конечного результата, который мы хотим. Но мы все равно платим, понимая, что так нужно делать. И так и здесь. Вот даем милостыню кому-то, и какая-то часть этих денег, да, может быть, обманным путем будет потрачено, не так, как мы планировали. Ну и что? Это не должно нас останавливать. Вот мне даже картинка недавно попадалась, что вот в стоимости чашки кофе, стоимость собственного кофе очень маленькая. Остальное все, стаканчик, там, услуги одних людей, других людей, перевозчиков, продавцов, интерьер, лавочки, в которой нам это кофе продали. А вот сама стоимость кофе, она ничтожная. Но у нас это не останавливает. Мы покупаем все равно продукты, хотя вот стоимость самого продукта, она очень маленькая. Все остальное тоже мы должны платить. И вот так и здесь. Поэтому по слову Господа будем стараться быть милосердными, будем стараться помогать по возможности всем, кому мы можем. Не деньгами, так временем, не временем, так добрым взглядом, молитвой об этом человеке. И через это не только этим людям будем приносить пользу, но и самим себе, потому что Господь говорит «блажене милостивее». Будем стремиться к тому, чтобы иметь сердце милостивое, доброе и отзывчивое к скорбе и к нужде других людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!